Привет, меня зовут Юра Тепляков. Сейчас вам советский 40-летний ребенок покажет, как из говна и палок починить проколотое колесо во Франции. Однажды утром я вышел или вечером прокатиться на велосипеде, хотел поехать на велосипеде сына, но увидел, что у него спущено колесо. Никакого ремкомплекта у нас нет. Я взял свой велик и поехал на нем. И пока ехал, думал, как же ремонтировать, что надо, где раздобыть. Ехал, визуально искал какую-нибудь фигуру. В детстве это как мы мыслили, как отремонтировать колесо, если оно проколото. Идешь где-то по улице, лучше по дороге в гараже и ищешь торчащую из земли камеру, в идеале велосипедную, но можно и автомобильную. Но лучше от легковухи, чтобы резина была потоньше. Разумеется, во Франции такого нет. Я глазами искал, искал, искал. Находил только там жестянки, пластмасс и все прочее. В общем, прокатился на своем велике, погулял, ничего такого подходящего не нашел. Когда вернулся домой, снял это колесо с велосипеда, притащил его, разбортировал и увидел, что на нем уже есть заплатка. И она меня натолкнула на мысль. Она такая была кругленькая, она специальная, такая с ноготь большого пальца по размеру и она такая чуть-чуть выпуклая. То есть она профессиональная какая-то велосипедная. И я подумал, ага, это может быть что-то такое выпуклое. И вспомнил, что я как старый советский ребенок-помоечник, позанимавшись на площадке, где я подтягиваюсь, не смог пройти мимо урны, в которую кто-то выкинул вот такую резину. То есть она обычно кольцом, а тут она порвалась и ее выкинули. С ней удобно там какую-то разминку делать, что-то там потянуть, растянуться. И я пришел домой, посмотрел, блин, она такая эластичная, гибкая и заметил, что по краям в некоторых местах есть такие, не знаю, видно, вот тут трещинки. Вот они, да. И вот в одном месте были такие серьезные трещинки. Я, значит, оторвал по этим трещинкам кусочек. Вот он побольше был. Ну и начал включать смекалку советского ребенка, который из говна и палок будет ремонтировать. Отрезал квадрат. Это у меня теперь ремкомплект такой в коробочке. Этому квадрату, значит, придал кругленькую форму, отрезав уголки. Этому ножику лет примерно сколько вове, мне его Славка Жуков подарил как-то. Начинаю этот, да, на день рождения. Ну, может, году в 2007 мы как раз активно тогда вместе деятельность вели. Вот я, значит, отрезаю такие уголочки и делаю круглую заплатку. Следующее, что я сделал, у меня был такой суперклей, не помню, что я им клеил, что-то такое ремонтировал. Прям я его так важно подбирал, не помню, что. Вот он. А он такой густой консистенции, не жидкий, как суперклей вода, а такой капельками. Я капельку капнул вот сюда, сейчас я вам покажу, тестовую. Вот она как раз вылезла, капельку капнул, крышку закрыл и другой уголочек прислонил. Прислонил, хорошо прижал. И пока я там занимался другими делами, оно, значит, маленько постояло. И что я обнаружил, вот оно сейчас, в принципе, маленько постояло, вот я еще даже стоп не нажимал. Оно довольно неплохо, посмотрите, то есть, очень хорошо прям схватывает. То есть, резина мягкая, в принципе, вот еще клей даже не высох, но я вижу, что оно уже срабатывает. Это значит, все получится. Теперь, резина довольно толстая, то есть, тут прям так миллиметра четыре, наверное, ну, до хера объективно. И вот та, помните, мысль, что заплатка была выпуклая, она толкнула меня на мысль, что можно вот так вот срезать по кругу. Ну, что я и начал делать. То есть, я увидел, что есть выпуклость у резинки вовнутрь. Это значит, пойдет на камеру сторона. А эту я вот таким образом вот так срезаю по кругу. Убираю вот эту толщину. Ножницы кайфовые, маникюрные. Я ими маникюр-педикюр делаю. Если бы ими можно было зубы чистить, я бы ими еще и зубы чистил. Вот такая получилась херота. Но она достаточно мягкая. Больше я снимать не буду. На Вовином велике повреждение было с внутренней стороны камеры. То есть, там, видимо, защипнуло или что-то. Поэтому, надо заново дырочку сейчас будет искать. Вот, поэтому там эта выпуклость спрячется за счет общего объема колеса. Плюс снаружи будет ровненько. У меня повреждение было с наружной стороны. Вот я его уже профукал, пока я здесь не ебланил. Вот нашел. То есть, легкими движениями усов. А потом... Да, вот она. Дырочка очень маленькая. Но если на слюня, то ее можно увидеть. Вот она. У меня здесь приготовлено рабочее место. В общем, дальше план какой. Тырочку я сюда положил. Дальше обезжиривать. Для этого у нас водка Абсолют используется. Маленечко водочки. Так, где это она? И водочкой протираем. Можно ватной палочкой, но... Там их осталось мало, для ушей оставлю. Так, вот дырочка я вижу, она сверху. Вот она как раз сопит. Так, и заплатку. И заплатку тоже. Водочкой протираем. Вот сюда она пойдет. Вот эта херня еще и к стулу приклеилась. Вот. Сейчас она оторвалась, потому что я тут ее сразу плохо прижал. Я вам уже демонстрировал. А та, которую я в первый раз тестово клеил, я ее начал растягивать, и она порвалась в других местах. Не вместе с клеиванием. Ну и, к слову, то колесо, которое я уже так клеил, работает надежно и все хорошо. Так. Водочкой я потом оставшиеся руки помою. Здесь она еще не испарилась. Что, считай, не заходу? Так, сейчас паузу поставлю, чтобы подсохло здесь. Синь. Так. Цех найн и дальний зерс. Вот капля. Это от сверсти. А что полосу, кстати? И прям его клей сюда и наношу. Предыдущее повреждение было даже с таким оторванным кулачком резины. Хорошо бы, конечно, еще шкурочкой, наждачечкой за это обработать. Вокруг. Чтобы поверхность зашкурить. Но у меня наждачки нет. Поэтому на безрыбье, как говорится, и заплатка без наждачки. Нарекай его, ваша вещь. Вот. Нанес. Это у меня вот такой ремкомплектик. Резинки еще много. Я ее с собой вожу. Занимаюсь. Вот тут это отверстие. Оп, свет погас в коридоре, да? Легким движением ноги я его снова включил. Сейчас я ставлю это под гантели, под пресс. И буду собирать, буду собирать колесо. Я уже новые покрышки поставил, заднюю, сейчас погодите. Заднюю широкую я поставил, вернее, переднюю широкую я поставил назад, а новую узкую поставил вперед. А старую покрышку выкинул. Вот так вот это будет выглядеть. Убого, но будет работать. Проверено. До новых встреч.